Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Гамовер, это Бонус, и в эфире вновь программа От винта в полном составе Друзья, мы спешим поделиться с вами радостной новостью А нас написали в центральной прессе Где? Вот в этой газете Не стоит и говорить о том, что она выходит многомиллионным тиражом Не станем скрывать, что нам это очень, очень приятно Так приятно, когда тебе пишут А на завтра об этом читает вся страна Что пишут? Вот, пожалуйста Программа передач на следующую неделю Суббота Одиннадцать сорок пять От винта И это все? Все А во сколько заканчивается? В одиннадцать пятьдесят пять Да Ну что ж, друзья Пожалуйста, оставайтесь с нами до указанного времени Первая игра нашей сегодняшней программы целиком посвящена осмолетам Как вы, возможно, уже догадались Это авиасимулятор Она называется Jet Fighter Это так и переводится Авиасимулятор Три Ну три Ну что ж, давненько мы не брали в руки джойстик А почему? Да потому что никак не попадался нам хороший авиасимулятор И вот Jet Fighter 3 Выполненный фирмой Ocean Разработчиком знаменитой подводной эпопеи Asos of the Deep К достоинствам игры можно причислить следующее Во-первых, прежде чем отправить вас на первое боевое задание Вас хорошенько поучат летать на самолете F-22N И вы успеете приобрести все необходимые навыки Задолго до того, как в вас полетит первая ракета земля-воздух А это немаловажно Во-вторых, управление самолетом не слишком обременяет игрока Вам не нужно будет заучивать, что означает все сто с лишним кнопок на вашей клавиатуре Негатив, таргет инфекция, я его отниму Итак, вы молодой курсант Прибываете на авианосец Название которого можно перевести как «Хранитель мира» В отличие от других подобных игр Вам тут же предоставляют удобную каюту Капитан корабля приветствует вас теплым письмом А в своем компьютере вы находите меню на сегодня Кстати, эта игра заинтересует и гурманов Поскольку меню в столовой меняется каждый день Одному из наших экспертов так и не удалось совершить ни одного вылета Зато через неделю весь камбуз знал его как родного Но если вы все-таки найдете в себе силы выйти на самолетную палубу Вы можете садиться в кресло пилота, пристегиваться и в бой Военные действия, описанные в игре, происходят над территорией независимой Кубы И чуть менее независимой Аргентины Куба почему-то представляется американцем рассадником мирового наркобизнеса Так что вам предстоит уничтожать корабли с наркотиками Заводы, производящие наркотики И самолеты, охраняющие заводы и корабли с наркотиками Раздосадованные кубинцы не применут выпустить в сторону Америки Пару баллистических ракет Которые вам также предложат уничтожить На секунду оторвавшись от столь привлекательных наркокораблей и наркозаводов Затем вы будете вовлечены в странный конфликт между Аргентиной и Перу А вот интересно, от чего мог возникнуть этот конфликт? Да ясно из-за чего Из-за террористов Тупака Амара, которые захватывали в свое время японское посольство в Перу И Перу решило, наконец, отомстить Угу, а при чем здесь Аргентина? Ну, Аргентина-то как раз находится под боком Чтобы отомстить, не надо далеко ехать Да и вообще, известно, что соседей лучше держать в страхе В общем, разбирайтесь в этом сами Бомбите там, кого надо А потом возвращайтесь на корабль, паркуйте свой самолет и бегом в офицерскую столовую А что у нас сегодня на обед? А сейчас напоминаем вам, что объявленный нами конкурс продолжается Вам всего-то нужно ответить на три вопроса и получить приз Отдаваем групп Не забывайте, что главный приз 15-дюймовый монитор ViewSonic Поэтому запоминайте, а лучше записывайте Итак, вопросы Первый Каково научное название этой птицы? Варианты ответов А. Delirium tremens Б. Chloebia gulde С. Lupus est И. D. Aquatafana Второй вопрос Чьим символом является эта птица? И третий вопрос Какое отчество было у старшего брата Александра Сергеевича Пушкина? Ответы присылайте по адресу 109-388 Москва Абонентский ящик 21 Программа Отвинта Ответы принимаются в течение двух недель Отвинта Последняя игра, о которой нам бы хотелось вам сегодня рассказать Переносит нас в прошлое Но недалеко Кому как Действие ее происходит во время Второй мировой войны И называется она Offensive Это примерно переводится как Второй фронт Итак, перед нами игра, сделанная в жанре реал-тайм стратегии А это означает, что вам придется управлять как отдельными ленивыми солдатами и бронетранспортерами, так и целыми войсковыми соединениями Игра Offensive сделана в Америке А по имеющейся там информации Никто кроме англичан, французов, канадцев и самих американцев с фашистами не воевал Если вы зададите американцу вопрос, а что в это время делал Советский Союз Он стыдливо потупит глаза и, скорее всего, промяблит, что, дескать, в истории того периода еще много белых пятен Ну да бог с ними, с американцами Пусть себе раздувают щеки Но вот что делать нам, потомкам настоящих победителей, если нам вдруг вздумалось поиграть в эту игру? Мы не можем найти ответа на этот вопрос Воевать на стороне фашистов нам как-то не пристало Один из наших экспертов по образованию полководец утверждает, что воевать нужно на стороне союзнических сил Но управлять ими нужно настолько бестолково, чтобы они постоянно проигрывали Ну что ж, для многих современных полководцев это не составит никакого труда Есть и другая тактика Воевать на стороне Германии, перебить всех союзников, а затем построиться, сложить оружие и торжественно сдаться вооруженным силам Советского Союза Но вернемся к игре Вам предлагается участвовать в различных событиях Таких, например, как высадка союзнического десанта на побережье Франции Которая произошла в 44-м году То есть тогда, когда в этой высадке уже не было особой необходимости В случае, если вы играете за союзников, вам предстоит захватывать оккупированные нацистами территории Если же вы играете за нацистов, вам предстоит защищать с таким трудом занятые вами территории от представителей низших рас Игра выполнена довольно качественно Командиры зычно командуют, танки ездят, пушечки палят, даже солдаты И те ведут себя довольно осмысленно и вполне могут справиться с кем-нибудь и без вашего участия Диктор разборчиво сообщает о ваших победах и поражениях Нам, правда, показалось, что о поражениях он сообщает все-таки несколько разборчивее К недостаткам игры относится разве что не очень внятный демонстрационный фильм, который показывается в начале А в целом она достаточно увлекательна и позволит вам ухлопать впустую кучу времени Ну вот и все на сегодня Да мало ли что пишут в газетах Гейм, как говорится, оба В смысле? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как нельзя!